здравствуйте уважаемые подписчики и зрители канала с вами снова павел и сегодня у нас на обзоре уникальное колесо самое маленькое в мире gotway m10 3 собственно начать хочу с чего это дизельно самая маленькая серийно производящиеся моно колесо в мире диаметр его покрышки 10 на 3 дюймов собственно этот диаметр позволяет этому колесу маневрировать лучше того же зла подобное колесо обладает мотором 800 ватт это его номинальная мощность пиковая естественно будет 1600 этой мощности в принципе хватает для того чтобы развивать максимальную скорость около 38 километров в час дальше я собственно не разгонял потому что мне кажется было было опасность продавал максимальный вес который можно установить на это колесо около 100 килограмм да игорь на нем ездил но это уже где-то из ряда фантастики чем эксплуатационные режима аккумулятор на нашей тестовой версии был 512 ватт часов это максимальная емкость аккумулятора которую готовы на него ставит дальность хода у него около 50 километров при максимальном заряде также на дальность хода влияет скорость которую выбирает райдер и ландшафт корпус выполнен из белого пластика под карбон то есть у него есть такая полукарбоновая фактура вставки сделаны из черной прозрачной пластмассы которая напоминает такую же на тесле или же на той же николе через эту пластмассу у нас просвечивается одна единственная светодиодная лента она красиво светится в темноте и также выполняет роль индикатора зарядки то есть впереди у нас находятся лампочки которые показывают сколько у вас осталось заряда когда вы тормозите вы будете видеть как лента выполняет функцию стоп-сигнала фара не самая яркая но ее в принципе достаточно для езды в темное время суток порт для зарядки 4 пиновый колесо нас обладает аккумулятором 84 вольта что собственно является мне кажется наиболее оптимальным для такого колеса далее у нас расположен порт для зарядки есть устройств через usb он тоже стал уже какой-то ну не то чтобы визитной карточки он является стандартной функцией и кнопка эта кнопка включает и выключает колесо эта же кнопка включает фару и переводит ее в режим стробоскопа новшеством на этом колесе стало наличие кнопки блокировки мотора которая позволяет без лишних хлопот поднять колесо и перенести его с места на место педали на этом колесе достаточно удобные они маленькие но мне кажется больше просто нельзя было поставить на столь маленькое колесо она оборудована большими и что удивительно мягкими для готовой подушками которые зачем удобно цепляются за ногу и позволяют вам на таком маленьком колесе чувствовать себя достаточно комфортно и уверенно они не давят вам на косточку они не прижимают вашу щиколотку вы едете и чувствуете себя достаточно уверенно и комфортно также они позволяют очень хорошо рулить колесо сейчас я расскажу вам о том как это колесо ездит тормозит и вообще как на нем кататься первое это у него широкая покрышка это 10 на 3 по динамике своего хода она мне больше всего напомнила на n-box 10 его на всех неровностях будет немножко шатать и болтать к этому в принципе можно привыкнуть то есть вы станете на него и вам это покажется минусом вам покажется это неприятно но если вы будете вкатываться в это колесо если вы пару дней на нем поездить это вам это покажется даже плюсом потому что это как бы маневренность вы можете развернуться буквально на месте то есть без особых каких-то навыков можете развернуться на месте не зацепившись педалькой и поехать в другую сторону мощность мотора позволяет вам развернуться чуть ли не на наклонной поверхности как будет видно в ролике и и и и Мой вес составляет 74 килограмма, и, в принципе, это колесо удерживало меня на наклонных поверхностях и позволяло на них буквально залетать. Покрышка там установлена бескамерная. Собственно, из-за этого она достаточно жесткая, каждый ухаб, каждый этот вы будете чувствовать. В принципе, она напоминает какую-то самокатную покрышку, но в рамках моноколеса. Благодаря маленькому диаметру колесо достаточно быстро разгоняется и достаточно быстро тормозит, то есть даже на наклонных поверхностях вы можете буквально остановиться и даже поехать назад спиной, если вам того будет позволить навык. Отдельно хочу упомянуть такую интересную вещь у этого колеса, как Кривенс. Он позволяет заезжать на уклоны высотой около 20 градусов, но это при моем весе. Если вы большой тяжелый дядя, то, мне кажется, это колесо вас туда не затянет. Поэтому буду думать, точнее, буду вам советовать что-то более мощное. Вам будет казаться, что колесо не проедет какой-нибудь конкретный ухаб или ямку, но на самом деле, если вы приловчитесь, оно вполне проскочит и поедет дальше. Как ни странно, этот малыш достаточно неплохо чувствует себя на гравийке. На городской плитке его достаточно неплохо так болтает. Многие моноколесники с опытом знают, насколько опасна такая вот мощная плитка. Касательно пандусов, оно буквально залетает на них. Оно даже не тащит, оно летит. Оно на пандусы едет, едет так же уверенно, как будто оно едет по ровной поверхности. То есть это, мне кажется, одна из основных фишек малого диаметра и избыточной производительности мотора в 800 ватт. Колесо для тех, кто ищет каких-то новых ощущений. Колесо для тех, кому надоели какие-то большие колеса, маленькие, ему нужно что-то новое. Это самое маленькое колесо. Свою нишу в рынке оно определенно займет или даже создаст что-то новое, потому что в этом есть определенные фишки. Оно удобно тем, что оно маленькое и его вес 11 килограмм, он на самом деле достаточно удобен. То есть его удобно транспортировать, удобно носить. Собственно, зачем это колесо вообще существует? Мне кажется, что это больше экспериментальное колесо, чем такое вот серийное, которое нужно всем. Оно достаточно мощное и емкое. У него аккумулятор 512 ватт-часов, что больше у того же V8. Напоминаю, что максимальная скорость 38 километров в час, для таких диаметров она более чем достаточно. Спасибо всем за внимание. С вами был Павел и Макбай. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok